У Палацы культуры одразу на воходе отшувается святочная атмосфера. Познать переможца у районного споборництва не складано. У кожного стушка передовика. Гэтые люди унесли значный уклад у социально-экономичную стабильность своего региона. Запленную и самоданную працу их невыпадково называют герои нашего часу. Сирот передовиков – медики, наставники, будовники, социальные работники, а так само представники агропромыслового комплекса. Это очень хороший стимул для дальнейшей работы и в этом году, и в следующем году. По крайней мере, мы почти каждый год поднимаемся на сцену по различным показателям. Было по производству молока, по производству мяса, по производству кормов. Смотря в каком году, где были лучшие показатели. Зразумело, особные слова подяки подчас урочистого концерту накированы у адрес аграреев. Не глядяши на складанные умовы на дворья, яны практически полторыли выники 2014 года. Добружский район – другие на Гомельщине по урожайности Зерневых. Тут собрали больше, как 40 центнеров с гектара. Улик лепших увайшли и по огульным намолоте. Досягнуты показчик у 100 тысяч тонн. По одновлении статка – первые в регионе. Своими выниками у целым Добруша не задоволены. Однако упевнены, как быть сярод лидеров, необходно за все доставить больше складанные задачи. 6 тысяч недополучили к 2014 году зерновых колоссовых, но мы компенсировали кукурузой. Кукурузу на зерно убрали и перешагнули в 100 тысячный рубеж. Но вообще мы ставим перед собой задачу иметь 100 тысяч зерновых колоссовых. А затем больше 100 тысяч добавлять уже зерном кукурузой. И я верю, надеюсь, что Добружскому району, кадрам Добружского района это поключено. Традиционно наурашистости запрашают гостей суседних регионов России и Украины. На этот раз приехали делегации Климовского, Злынковского, Новозыпковского и Шарниговского районов. Обмен опытом, поучиться в Белоруссии, очень хорошие опыты по вопросам животноводства, растерноводства, как в Белоруссии хорошо работает в детском хозяйстве, в другой отрасли. Это есть поучительное. Хотя и у нас есть много чего поучиться. Но мы больше берем опыты у белорусов, потому что не надо терять хорошее, надо его набивать, добиваться, брать опыты. На 2016 год поставлены новые, больше складанные и отказные задачи. Однако жары Добружского района не однойче доказывали, что и они – працавитые и метанакерованные люди, сдольные покорыть любые вышины. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Добружский район.